АвтоВАЗ продолжает расширять гамму версий антисанкционной гранты. Более того, ВАЗовский бестселлер даже умудрился разжиться многими докризисными опциями, за исключением лишь подушек безопасности и антиблокировочной системы. Впрочем, поставки эйрбэгов на конвейер должны возобновиться до конца августа, а вот АБС вернётся не раньше следующего года, так как для этого требуются многочисленные испытания, заявил глава автогиганта Максим Соколов. Но сейчас немного не об этом. Итак, в линейку комплектаций вернулось стильное исполнение Клаб. К перечне оснащения базовой версии здесь добавлены кондиционер, обогрев лобового стекла, задний парктроник, аудиосистема и двухцветные колёса. Кроме того, наружные зеркала имеют чёрные корпуса и встроенные поворотники, а оригинальную обивку сидений украшает вышитое название комплектации. Стоят такие седаны и универсалы на 122 тысячи дороже базовых. Для приподнятого универсала Lada Granta Cross снова предложена некогда популярная комплектация Квест. Она, в свою очередь, включает кондиционер, аудиосистему, обогрев лобового стекла, задний парктроник и водоотталкивающую обивку сидений. Отдельный акцент сделан на багажном отделении, где уложен резиновый поддон и смонтирована багажная сетка для крепления поклажи. Визуальные особенности — это чёрная окраска крыши и рейлингов плюс двухцветные колёса. Когда компания Рено объявила об уходе из России, было сказано, что сервисом и гарантией отныне будет заведовать АвтоВАЗ. Однако передача обязательств, мягко говоря, затянулась, и у владельцев французских машин накопилось множество вопросов. Как было обещано, техническим обслуживанием и поставками запчастей для Логанов, Сандера и Дастеров вскоре станет заниматься АвтоВАЗ. Все эти операции возложены на дочернюю компанию Lada Image. Днями мы уже рассказывали, что российский сайт Рено наконец-то перестал работать, и при попытке зайти на него вы попадёте на специальную страницу Lada, где владельцам автомобилей Рено предлагают ввести паспортные данные и подписаться на почтовую рассылку о сервисе. Так вот, как оказалось, ответственным за качество автомобилей Рено остаётся московский автомобильный завод «Москвич», что выступает правоприемником компании «Рено Россия». И это касается даже автомобилей тольяттинской сборки. Пока не ясно, как будет работать такое разделение ответственности. Подробности объявят позже, когда состоится подписание всех документов. Но очень похоже, что согласование гарантийных работ станет намного сложнее. Кстати, Минпромторг вдруг исключил бренд Рено из перечни разрешённых для параллельного импорта. Объяснение невнятное. Поскольку АвтоВАЗ принял на себя обязательства по гарантийному обслуживанию марки, а завод «Москвич» уже в этом году возобновит выпуск автомобилей.